Привет, мои биатлонные друзья! Хотелось бы обсудить некоторую информацию последних дней, то, что сейчас обсуждают у нас в мировом биатлонном сообществе. Ну, во-первых, некоторые новости из-за рубежа, в частности, источники в Болгарии мне подтвердили информацию, что 30 апреля контракты с нашими тренерами Александром Каспировичем и Виталием Нарицыным продлены не будут. Есть определенные сложности в плане продления рабочих шенгенских виз в связи с ситуацией на Украине. И, я так понимаю, болгарская сторона тоже не сильно горит желанием продлевать с ними контракт. Ну, и, в свою очередь, сами специалисты желают вернуться на родину. Каспирович рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры и, в свою очередь, в ближайшее время должен будет определиться. Что касается Нарицына, то он уже объявил о том, что намерен быть личным тренером Кристины Рисовой. Ну, и в плане перспектив в сборную идут разговоры. И Дмитрий Губерниев много раз говорил, что вот давайте Нарицына и другие специалисты. И также обсуждается кандидатура Андрея Падина. Но, прежде, чем рассказывать эти новости и сравнивать тренеров, во-первых, прошу подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в первом комментарии в описании к этому видео. Там все эти новости вы будете узнавать даже гораздо быстрее, чем на ютубе. Ну, и, собственно, вторая новость – это то, что президент Украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак не будет выставлять свою кандидатуру на выборах в этом году. Соответственно, прерывается его эпоха правления 24 года. В общем-то, это человек, сделавший очень много для украинского биатлона, в том числе и золото Олимпиады в Сочи, его заслуга. И, в общем-то, Брынзак всегда был, ну, таким, скажем, позитивным человеком, который вне политики находился. Приятно было с ним общаться. Поэтому мне очень жаль, что он уходит. Но ситуация на Украине сейчас такая, что тут, как говорится, никому не позавидуешь. И хочется, чтобы быстрее там восстановился мир. И, соответственно, вернулся большой биатлон. И, собственно, вернулся он также и в наши страны. Ну, а касательно Брынзака, там ситуация какая была, что в первый день так называемой военной спецоперации он помог российским спортсменкам Екатерине Бех и Оксане Маскаленко выехать в Венгрию со сбора в сянках. И затем они отправились в Россию. Вот. Однако он сам утверждал, что россиянки не могут прибыть на Украину в связи с тем, что находятся в России. Соответственно, въехать не могут. Ну, а Дмитрий Педручный и другие спортсмены сказали, что на самом деле эта информация не соответствует действительности. То есть, как бы, что президент говорил неправду. Ну, и вот возникла коллизия, вследствие чего началось на Брынзака давление. И, в конце концов, он вынужден в сложившейся политической ситуации уйти, так как выглядит он слишком, скажем так, пророссийским политиком, особенно по нынешним временам. Ну, что, будем смотреть, как говорится, кого выберут. Россиянам, конечно, будет сложнее. То есть, кто-то, как Дарья Сидорова, например, осудил действия России и поддержал Украину, и, соответственно, ей зеленый свет открыт в дальнейшем сборную команду. Имеющие плотные связи с Россией Бех и Москаленко сделать такого не могут. Тем более, что у Бех, в общем-то, жених Карим Халили, спортсмен сборной России. И понятно, что любые высказывания были бы некорректно восприняты в нашей стране. То есть, в общем, тут сложно усидеть на двух стульях, приходится делать выборы. Да, Педручный уже сказал, что уехали, все, до свидания. Путь в Украину вам уже закрыт. Поэтому, вот, такие политические новости. Ну, а что касается тренеров, то, по сути, в женской команде сейчас два главных претендента на то, чтобы ее возглавить. Это Андрей Падин и Виталий Норицын. Тренеры, которые работали с иностранными командами в прошедшем сезоне с разной степенью успеха. То есть, у Падина, если есть медаль Олимпийских игр, при этом он брал команду в разобранном состоянии, когда над мужской сборной Белоруссии даже смеялся президент страны и говорил, зачем мы их, собственно, всех кормим. Но Падину удалось эту ситуацию изменить и воспитать как спортсмена мирового класса Антона Смольского, так и подтянуть уровень всех остальных, в том числе и Лазовского с Лобостовым. Ну и, в общем-то, если говорить о Падине, то этот специалист в свои 54 года, можно сказать, находится на пике тренерской карьеры. То есть, он достаточно молод и энергичен, чтобы активно работать на сборах и в то же время собрал уже приличный опыт и дорос до, скажем так, роли первого номера, потому что до этого он в российском биатлоне трудился в основном на вторых ролях. Известен он как тренер жесткий, сторонник дисциплины в команде, серьезных тренировочных объемов, чтобы много пахали, занимались силовой работой. Но я скажу, результаты Юрия Бородавка и Вольфганга Пихлера показывают, что и в наши дни такая несколько консервативная тактика не является ни в коем случае устаревшей. В общем-то, первый тренерский успех Андрея Викторовича был это подготовка Максима Чудова в свое время, когда он начинал тренерскую работу в Башкортостане. Позже возглавлял, работал с резервом и в 15-18 годах возглавлял одну из групп подготовки мужской сборной, где, в частности, Антон Бабиков выиграл этап Кубка мира и стал чемпионом мира. Но олимпийский сезон он провалил, возникли разногласия с тренером, Бабиков его много критиковал, потом жалел об этом, оказавшись в яме, ну и в итоге понял, что все-таки действительно работать надо много. Соответственно, Падин это антипод Норицына и Хованцева, то есть тренеров, которые не сторонники там больших объемов работы и более, так скажем, индивидуального подхода. Ну, здесь везде как бы свои плюсы. То есть, если говорить о том, чтобы вырастить звезду, вырастить спортсмена мирового класса, то здесь нужно, конечно, пахать. Но, с другой стороны, кому-то, может быть, это пахота и убить. То есть, это тоже разные подходы. Но в то же время мы видим, что результат работы с той же Викторией Сливко, которую там не назовешь суперталантливой спортсменкой, Падин нашел к ней подход и сумел добиться результатов. Кстати, прошедший олимпийский цикл он начинал во второй сборной России и уже после первого года работы был заменен на Евгения Куваева, друга Виталия Норицына. Соответственно, связано это было, скорее, с разногласиями Падина, чем с его результатами, потому как по результатам его работы три спортсменки вошли в состав основной сборной. А за последующие три года такой путь проделала только Анастасия Гореева. Вот вам и пример эффективности. Также, естественно, Падин где-то неудобен. То есть, против его методов работы высказывали спортсменки и Кристина Рисова, и Евгения Павлова. Но последняя затем критиковала и Норицына, и Михаила Шашилова. Но при этом Падин человек с отличным чувством юмора, который привык прямой, открытый, привыкший называть вещи своими именами. И поэтому, конечно, в чьих-то глазах он будет выглядеть неуживчивым, неудобным, нежелательным. Но, с другой стороны, мне кажется, что такие люди нашему биатлону больше нужны, чем какие-то лизоблюды. Ну вот, Виталий Норицын человек противоположных качеств. У него сильные стороны перекрывают слабые стороны Падина. И, в свою очередь, наоборот, его слабые стороны Падин закрывает полностью. То есть, если посмотреть на послужной список Виталия Норицына в качестве старшего тренера сборной России, он абсолютно не впечатляет. Три года он работал во главе сборной. За это время результат полмедали в смешанной эстафете, где команду вытащили Александр Логинов и Антон Шипулин. Ярко зажглась Татьяна Акимова в декабре 16-го года еще, в сезонах 16-17. Но потом ее не хватило до конца, и в чемпионат мира она выступила не ярко. Затем, таким же образом, по такому же пути пошла Светлана Миронова, которая до сих пор не может восстановиться. Мы говорим о том, что Кристина Резцова это заслуга, тренерская заслуга Норицына, но при этом забываем тот факт, что Светлану Миронову он также консультировал и также несет ответственность за ее результаты. Но получается, что их нет, что в сборной Болгарии результатов тоже нет за последний год. Ну а Кристина, да, насчет таланта, за счет собственного трудолюбия, за счет поддержки мужа, ну и где-то подходящего подхода Норицына добилась этих результатов. И никто же не говорит, что пусть она не продолжает с ним работать. Если эта работа подходит, пусть он остается ее личным тренером и работает на благо российского биатлона во всей этой системе. Но, с другой стороны, Норицын в тот же 16-17 год так неудобным образом подсидел Валерия Медведцева, выиграв у него контрольные старты, ну и, соответственно, занял его место старшего тренера. Потом его на год убрали после неудовлетворительных результатов. Он вернулся. В сезонах, соответственно, 18-го по 20-й год его подопечные не завоевали ни одной медали на главных стартах. Два года подряд. Это катастрофа полнейшая, чего наш российский женский биатлон давно не знал. Ну и, соответственно, как и результат увольнения очередное Норицына. И вот сейчас Владимир Петрович Драчев, который говорит, что Норицын там классный специалист, он сказал, у него шансов остаться ноль. Вот так всем нам в Антхольце на последнем чемпионате мира, где я присутствовал. И в итоге он убрал Норицына и сделал это во многом справедливо. Но сейчас ситуация такая. Также Драчев говорит, что вот назначат сейчас тренеров, потом придет нуждов и будет их менять. Но мы видим позицию Майгурова, который однозначно дал понять, что тренеры должны быть избраны сейчас коллегиально всеми членами правления. Затем утверждены в Минспорта и спокойно работают, вне зависимости от того, кто будет президентом. Так, собственно, он и поступил, придя к власти два года назад. Он не стал ничего менять и стал работать с теми тренерами, которые были утверждены до него. То есть видно, что человеку интересен результат и создание нормальной атмосферы в команде, а не склоки и дрязги. Мы видим, сейчас он достаточно спокойно ведет предвыборную кампанию без каких-либо критических высказываний в адрес оппонента. Хотя того есть за что критиковать. Но выбирает вот такую позицию, конструктивную. И с другой стороны, если Драчев говорит, что придет новый президент, новое руководство и будут всех менять. Значит, новому руководителю нужен не результат, не нормальный климат в команде, не профессионалы такие, как Падин. Потому что если он хочет Норицына и назначат до этого Падина, он будет, например, менять его. Потому что Падин неудобный. А нужны преданные люди. Ну, особенность у человека такая, что ему важно, чтобы человек был преданным. А какого он уровня специалист? Да хоть как Тутмин. Главное, что свой. Поэтому здесь нужно подумать, опять же, регионам, которые будут делать выборы. А стоит ли выбирать человека, который готов вымести метлой все позитивное и набрать полностью свою команду. Не думая о результате, о том, как выстраивать, опять же, отношения. О том, что тренеры начнут уже работать и готовить команду. Но то, что про Падина говорят, мол, жесткий, он не нужен сейчас, когда нам некуда отбираться. И пусть лучше готовятся девчонки на расслабоне там с кем-то. Здесь у меня такой аргумент. Сейчас, если мы пропускаем следующий год, то есть смысл набрать базу, набрать объемную работу. И в жертву результатам на внутренних стартах создать себе задел на следующие годы. Это обязательно пригодится и может дать через год. Не зря часто предолимпийский сезон дают нагрузки больше, чем, собственно, в олимпийский, чтобы эту самую пресловутую базу набрать. Поэтому здесь лишний раз я прихожу к выводам, что Падин оптимальная кандидатура. Если, конечно, Андрей Викторович согласится. У него сейчас все прекрасно в Беларуси. Есть возможность остаться в мужской команде. И, может, не нужна ему вообще эта нервотрепка. Но, с другой стороны, наверное, есть амбиции, мечта давних времен стать, наконец-то, старшим. Стать шефом в российском биатлоне в одной из команд. Что, в общем-то, я думаю, ему предложили. Ну, а что касается Норицына. Ну, я надеюсь, что и этот специалист будет востребован в российском биатлоне. И по достоинству займет свое место. И будет работать, принося пользу. Ничего плохого о нем сказать не могу. Но, в данном случае, я на стороне Падина. Как, собственно, и в случае выборов президента СБР. На стороне Майгурова, а не его оппонент. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. И не заходите на штрафные круги.